Доброе утро. Меня зовут Рината Кавелла, отделе патологии Национального института рака. Регина и Лена, спасибо за приглашение на такую важную встречу по онкологии в Санкт-Петербурге. Я сегодня буду говорить об опухоли мягких тканей, что нового. Это редкая опухоль. Можно найти от 4500 случаев на 100 тысяч человек доброкачественных опухолей. Что значит, что приблизительно 4-5 случаев на 100 тысяч злокачественных опухолей. На них приходится 1% от общего объема опухоли. То есть в Италии мы можем встретиться с 2500 новыми случаями злокачественных опухолей мягких тканей. Поэтому они подлежат... Тут сопряжено с трудностями диагностики. Существует 50 различных образований, которые представлены на уровне ряда случаев. И очень важны клинические характеристики. Очень важны изменения в классификации 2002 года. Это заключается в том, что оттуда ушли вот такие понятия, как хемогемангиоперицетома, перицестозные или переваскулярные опухоли. Нашли лучшее определение ГИСТ. И также нервные опухоли сейчас относятся к этому объему. Новые образования – это псевдомиогенные или эсподобные гемангиэндотелиомы, гибридные нервные опухоли и так далее. Очень важные новые вещи в отношении новогенетических данных касаются надулярного фасцита. Вот в этих кромосомах они были обнаружены, которые показаны. То есть идет фузия между двумя генами P6 и NYH9. Ведь впервые в своей жизни надулярный фасцит сейчас получил вот такой новый взгляд. Еще новые генетические данные касаются фибробластных сарком. Также лоу-грейд фибромиксоидная саркома, которая касается молодых, взрослых, мужчин и женщин в равной степени. Здесь мы видим миксоидные узлы и фибромиксоидная саркома. Она связана с редким метозом, и это позитивно для МОК-4 пациента. Здесь мы видим фибромиксоидную саркому, низкой степени золокачественные, с коллагеновыми розовыми участками. Что касается склерозирующей петелиоидной фиброй саркомы, то в основном она касается пациентов, которые находятся в среднем возрасте. Мужчин и женщин, как правило, нижние конечности поражены. Это склеротическая опухоль, которая охватывает петелиоидных клеток со светлой цитоплазмой и однородным овалом. 70% пациентов – это положительные на ген МОК-4. Что касается молекулярной генетики, вот такая фибромиксоидная саркома, она касается трансформации хромосомы 17. Это фузия двух генов, которые показаны. Идет транслокация между хромосомой 11 и хромосомой 16, что приводит к фузии между КРАП и ЛВАН. Все они позитивны на МОК-4. И 40% позитивных на МОК-4 имеют распределение фуз. Некоторые скреп 3Л1 или креп 3Л2, если они являются МОК-негативными или фуз-негативные. Здесь мы также видим, что при гибридных LGFMSS все они позитивны на МОК-4+. Существуют также новости, которые касаются генетических переваскулярных опухолей. Это гломостная опухоль. Что здесь снова? Множественные гломостные опухоли возникают из мутации линии GLMN. NF1 может ассоциироваться с множественными гломостными опухолями, которые показывают инактивацию NF1. И НОЧ-2 или НОЧ-3 идет распределение 60%. Перецитозные переваскулярные опухоли являются ключевым моментом. Здесь лежат о морфологическом континууме, который включает миофиброму, ангиеломиома. Также опухоли скелетных мышц. Существуют новые генетические данные. Очень интересные данные представлены здесь. Рабдомиосаркома верительных клеток. Впервые описано в 1992-1993 году. Дети и взрослые болеют на 3-4 декабря жизни больше мужчин, чем женщин. В основном локализуются в области головы и шеи в 50% и другие локализации. Пятилетнее выживаемость больше 90% у детей. Но это более агрессивный опухоль у взрослых. Рецидивы возникает в 40-50% случаев. Морфологически можно спутать с веретеночной клеточной саркомой. НСОА-2 перераспределение выявляется в таких опухолях. И здесь мы видим веретеночные клетки при рабдомиосаркоме. Они позитивны для миогенина. Склерозирующая рабдомиосаркома впервые описана в 2022 году. Группа Менцеля и других может поражать взрослых и детей. Также голову, шею и конечности. Прогноз не ясен. Еще отсутствуют какие-то четкие генетические данные. Часто ее путают с другими видами. Склерозирующая рабдомиосаркома. Видите коллаген и атипичные клетки, которые позитивны для миогенина. Ключевой момент, который касается склерозирующей рабдомиосаркомы и веретеночных клеток. Ключевой момент. Нет четкого взаимоотношения с эмбриональными явлениями. Здесь формируется морфологический континуум. Больше поражает, вернее, в равной степени детей и взрослых. Плохой прогноз для взрослых по сравнению с детьми. И также я сегодня говорил гемангиоэндотелиома. Это опухоль, которая поражает молодых взрослых. Больше мужчин, чем женщин. 80% конечностей. В основном ноги. Возникают множественные узлы. Обычно менее 3 сантиметров в размере. Они поражают различные плоскости. Это кожа, подкожная область, мышцы, кости. И здесь мы видим веретеночные клетки. Перед вами псевдомиогенная гемангиоэндотелиома. Конечно же, вот эта опухоль положительна для воскулярных маркеров. РГЦД-31. А также положительна для панцетокератинов. Особенно для одного типа панцетокеркина. АИ-1, АИ-3-1. Но отрицательно для других кератинов, таких как АМИ. Новая категория. Это гибридная нервная опухоль. Это гибридная швонома, переневрома. Гибридная нейрофиброма. Швонома. Гибридная гранулярная клеточная опухоль. Здесь мы видим гибридные опухоли нервных волокон и фибромиксомы. Это еще одно образование, это опухоль, которое чаще возникает у мужчин. Различные конечности, это, например, пальцы и пальцы рук и ног. Часто у ногтевого ложа дермальные и подкожные узлы возникают в основном меньше двух сантиметров. И еще очень важный, здесь мы видим фиброидные ткани и мы видим веретеночные клетки положительные для FD34. Еще одно образование, это опухоли представлены на складе. Здесь мы видим гемоцерротическую фибролипоматозную опухоли. Клинические проявления чаще всего взрослые, женщины больше, чем мужчины в области голени и стоп возникают или подкожные области, обычно менее 5 сантиметров. И рецидивы местные в 30% возникают, но есть потенциал для прогрессирования и метастазирования. И здесь мы видим пропорцию фибробластных веретеночных клеток, зрелых адипоцитов, фастиллярных паттерн, а также вот такая опухоль обычно имеет ярко выраженный гемоцидерин, рассеянные остеокластические образования. Вот здесь мы видим гемоцидератические фиброматозные опухоли. Что интересно, реактивность против неопластических явлений, важность статипия, биологический потенциал. И здесь микс воспалительной фибропластической саркома поражает взрослых в разных возрастах. Распределение полуодинаковое, медленно растущее, плохо определяемая масса, дистальные конечности. Существуют еще и подкожные образования, менее 5 сантиметров в объеме, как правильно. Местные рецидивы являются распространенными, но метастазы очень редко возникают. Здесь типические аспекты, морфологические, миксоидные участки, воспалительные клетки, очень типичные клетки. И что касается генетических характеристик, микс воспалительной фибропластической саркомы, гемоцидератических фибролематозных опухоль, прогноз для дистальных отделов представлен. Здесь рецидивы практически есть, но практически никогда не менестазируют. В изолированных случаях происходит гибридные морфологические изменения, также показаны возвратные явления. Здесь мы видим мизинхемальную опухоль. В основном это взрослые средних лет. В основном ассоциируется с опухолиинтуцированными остеомоляцией. Благодаря производству FGF23. Различная морфология. В основном это миоидные и миоперицитомоподобные явления с голубой матрицей и гранулярной кальцификацией. Недифференцированная или неклассифицированная саркома – это новая категория в этом источнике. Это могут быть племорфические, эпителиодные и другие клетки. Вот здесь мы инверетёночные, эпителиольные, плеоморфидные, неклассифицируемые саркомы. Классификация ВОЗ по опухолям мягких тканей в 2020 году будет в центре внимания. Что можно ожидать от новой классификации? Новых генетических данных, безусловно. Новых образований, конечно, новых категорий. Безусловно, это может быть бифинотипичная синоназальная саркома, которая была недавно признана как саркома low-grade, которая показывает невральную S100 положительную и мио-генетическую дифференциацию, СМА и ДСМИН, в основном ВСНС, находится на этих участках, которые представлены. А это бифинотические синоназальные саркомные образцы, слайды, которые посвящены ещё одной опухоль. Это может быть гистоцид, обогащённая рабдомиобластическая опухоль. Это опухоль скелетных мышц, которая традиционно классифицируется как доброкачественная рабдомиома или злокачественная рабдомиосаркома. Скелетные опухоли скелетных мышц или неопределённых злокачественных потенциалов сейчас в настоящий момент не распознаются. Также гистоцид, богатый рабдомиобластический опухоль, является необычным рабдомиобластическим опухолем, который не очень хорошо корреспондируется с предварительно описанными вариантами. Опухоли вовлекают глубокие мягкие ткани, позвоночник, конечности. И здесь мы видим типичные аспекты в случае с гистоцидом, насыщенными рабдомиобластическими опухолями. Конечно, мы видим здесь гистоцидные маркеры и компоненты. Ещё одно образование, которое мы можем найти в новой классификации ВОЗ, это злокачественная желудочно-кишечная нейроэктодермальная опухоль. Это касается женщин и мужчин, взрослых, в основном размер 5 сантиметров, тонкий кишечный, большей степени поражается, чем желудок или толстая кишка. Гистологически экстратерисуется вот такими оболочкоподобными популяциями, которые находятся в эпителиолитных и овальных веретёночных клетках с малыми ядрами и рассеянным метозом. И, конечно же, они положительны. Здесь для СИДИ 56. Спасибо. Спасибо за прекрасный академический доклад. Смена классификации диктуется, на Ваш взгляд, вопрос какой. Смена классификации должна быть чем-то мотивирована. Либо каким-то достижением в диагностике, то есть новым микроскопом. Для нас, клиницистов, это проще воспринимать. Либо какие-то появились дополнительные исследования, которые позволяют структурно более детально относиться к опухоли. И как-то это влияет сейчас на тактику лечения пациентов? Это как бы навигация для клинициста или же это углубленное изучение морфологии опухолей? Это первый вопрос. И второй вопрос в рамках того, что Вы говорите. Сегодня появились более актуальные темы, такие как иммуногистохимия и определение чувствительности к тому или иному препарату, маркеров опухоли. Как Вы смотрите, степень злокачественности потеряла в клиническом смысле или что-то приобрела? Вот первая, вторая, третья степень злокачественности. И у нас маркер проявляется чувствительности к тому или иному химиотерапии. Но это первая степень злокачественности. Как быть хирургом или как быть клиницистом? Два вопроса. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Около двух лет уже прошло, как у нас мы можем говорить о новом поколении, о лекарственных поколениях. Но данные в основном предоставлены для исследований. Они могут быть использованы для дифференциации разных видов саркома, костных сарком и молекулярной биологии, полифиброидной саркомы, саркомы мягких тканей. Я думаю, что эти данные полезны для медперсонала, для пациентов. Сегодня эти данные больше используются в исследованиях опухоли. Даже если я вижу какой-то интересный факт, касающийся опухоли, я использую информацию по поводу молекулярного фасцита, нодулярного фасцита. И для разных видов лечение будет разным. Что касается второго вопроса о стадиях, второй вопрос был о стадиях злокачественности, о степени злокачественности. Коллеги стараются разделить ангиосаркому, сервенальную саркому. Малозлокачественная саркома для меня ничего не значит, и высокозлокачественная саркома для меня не значит ничего, и мы должны вести себя одинаково. Они могут быть дифференциированы, но мы должны вести себя одинаково в случаях этих сарком. То есть для меня это не так важно. Определение степени для меня не так важно. Остеосаркома, предположим, клинический случай, остеосаркома первой степени злокачественности, она не костная, а, скажем, мягкотканная. То есть в мышце. Какая тактика, на Ваш взгляд, применима? Остеосаркома, опухоль в режиме неодювантной терапии, то есть предоперационный стандарт лечения саркома. Да? Остеосаркомы. Есть ли пришел ответ первая степень злокачественности? Малозлокачественная опухоль. И притом она мягкотканная, то есть не на кости, а на мягкотканной. Как поступать хирургу? Рекомендовать сразу операцию, либо все-таки проводить по протоколу стандартному остеосаркомы? Для малозлокачественных сарком, костных сарком и сарком мягких тканей. Для не злокачественных сарком мы будем использовать химотерапию. То есть первая степень злокачественного саркома. То есть G1. Хирургия. Первая степень – это хирургия. И затем мы посмотрим, если будет участок для дивантной химиотерапии после хирургии. Мы будем рассматривать что-то. Саркома. Да, точно. Если это лоу-грейт остеосаркома, да, и биопсия, то да. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова